Более 50 тысяч нижегородцев в текущем году улучшат условия проживания благодаря программе капитального ремонта. Значительный рост платежей со стороны населения по оценке регионального оператора позволил запланировать пятикратное увеличение количества домов, которые отремонтируют. В этом году мы значительно наращиваем темпы ремонта и жители города и области на это позитивно откликаются. Мы это видим по увеличению процента собираемости. Можно отметить, что он вырос практически в два раза и в среднем по области составляет уже более 70%. В этом году мы планируем отремонтировать порядка 900 многоквартирных домов. В настоящее время активно проводятся конкурсные процедуры и в ближайшее время будут определены подрядные организации и начаты ремонтные работы. Жители довольны результатом региональной программы капремонт и отмечают, что система оплаты, когда все вносят деньги вместе, чтобы качественно ремонтировать каждый дом в регионе, весьма справедлива. Смотрите, какую красоту навели. А окошки. Это прям ведь как в квартирах стало. И в подъезд войдешь, и там светло, и с улицы приятно. Очень. У меня даже вот родственники приезжают. Сначала говорят, постоим, говорим, в этот что ли дом-то мы подошли или нет. Дом у нас светлый, чистый. Стало тепло. Даже не только ли. И окна поставили. Очень довольна ремонтом капитальным. Стало тепло. Я первого этажа. Первые этажи у нас утеплили. Поэтому очень хорошо, что есть такая программа. Эти женщины живут в доме номер 19 по улице Прыгунова. Здание было построено в 1964 году. И, конечно же, за время эксплуатации капитальный ремонт дома был просто необходим. Работы по нему были выполнены благодаря активным взносам жильцов и ответственному подходу к делу со стороны подрядчика. Одним словом, повезло. А ведь с ремонтными организациями бывает и по-другому. Необходимо самому фонду капитального ремонта, самому оператору научиться подбирать правильно подрядчика. С одной стороны, необходимо определить тот самый короткий список проштрафившихся компаний. Второй момент. Необходимо начать подготовку к новой системе закупки. Ну и третий, самый основной момент. Без общественного контроля нам не обойтись. Поэтому нужно отладить именно обратную связь с самими жителями. Эксперты отметили, что только благодаря системе сбора средств один котел стал возможным ежегодно проводить капитальный ремонт домов для десятков тысяч жителей региона в беспрецедентных объемах, каких не было за несколько предыдущих десятилетий. За всю историю никогда таких объемов капитальный ремонт в Нижегородской области не проводился. Ну, соответственно, будет сдаваться большое количество объектов. И общественная организация, партия «Единая Россия» должна быть готова к участию в приемке этих объектов, чтобы исключить некачественные выполненные работы. К слову, планируемый объем сбора взносов на капитальный ремонт в этом году составит более 2 миллиардов рублей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...